здравствуйте друзья с вами Максим Тарханец и сегодня я расскажу вам о таком интересующем многих вопросе как прокачка пресса я остановлюсь на таких моментах как упражнения которые я выполняю которые вам следует выполнять расскажу о том как изменить форму вашего пресса и как получить дополнительный рельеф и сделать ваши кубики более заметными для окружающих начну пожалуй с упражнений которые я делаю сам и здесь я наверно многих удивлю потому что никаких специализированных упражнений я не делаю сейчас наверно многие обрадовались типа не надо вообще ничего делать но нет я делаю базовые упражнения базовые упражнения из калистеники которые в строго техники которые немалой степени задействуют мышцы пресса давайте приведу сначала топ упражнений которые я считаю наиболее эффективны на первом месте я бы поставил выхода силой в строгой технике без сгибания ног в коленях без рывков каких-либо вот чисто получатся силовые корпус у вас должен быть напряжен на втором месте это наверно отжимание от пола здесь вы помимо самого жима получается делать одновременно еще и планку которая напрягает задействует вашу поясницу ну и соответственно мышцы живота и на третьем месте наверно я бы поставил подтягивание обычные но естественно строго техники тоже без рывков ноги выпрямлены туловище как струнка вот то есть я думаю объяснять не не стоит то что если вы делаете базовые упражнения вы будете выигрыша по сравнению с тем кто делает именно изолирующие упражнения на пресс потому что помимо самого пресса у вас будет проработана еще и другие сопутствующие мышечные группы там плечи и грудь руки спина и так далее данной точке зрения придержусь не только я со мной солидарны многие мои знакомые многие многие топовые воркаутеры спортсмены вот то есть они обычно никаких всяких там подъемов ног не сгибание туловища никаких там скручивания и удержания уголков они этого ничего не делать в основном это базовое упражнение теперь давайте перейдем к тому как изменить форму вашего пресса здесь я уже вас огорчу потому что никак воздействовать на форму ваших кубиков вы не сможете то есть если у вас присутствует какая-то асимметрия или у вас там 6 кубиков вы ничего с этим сделать не сможете то есть 8 12 кубиков вас не появится единственное что можете это знаю узнать кто в ген генеалогическом древе вашим виноват в этой вашей неудачи в этом несчастье и как бы пожаловаться или может отправиться в прошлое с помощью камней бесконечности изменить ваше будущее а либо еще можете обратиться к классическому хирургу и как бы попросить что-нибудь ставить может импланты какие дополнительные кубики вот или подряд но это шучу конечно вот то есть какими вы родились с таким вот прессом вы будете ходить всю жизнь единственное что можете только увеличить объем и рельеф теперь о рельефе большинство спортсменов которые занимаются в длительное время уже обычно обладают кубиками хорошим прессом но просто они могут не подозревать об этом ввиду того что у зачастую многих на животе но и вообще на теле довольно таки большая просто жировая прослойка вот чтобы вы могли наблюдать на своем животе рельеф необходимо ну порядка так принято считать порядка десяти-двенадцати процентов процентов жира в организме вот как его измерить в интернете можете поискать существует множество способов один из способов это измерение на специальных весах которые там по моему при помощи измерения сопротивления вашего тела отдельных конечностей как-то там что-то измеряют ну и на основе других каких-то базовых параметров вашего организма еще есть способы с применением калипера такая специальная штучка которая измеряет толщину там различных различных складках различных складок в различных местах вот и там есть там трехточечные семиточечные какие-то еще методы я кстати делал приложение именно для подсчета этого процента жира на основе калипера вот но сейчас там виду изменения политика гугла там я ее забросил короче сейчас ее в маркете скачать нельзя ну не знаю можете вернуть как-нибудь и про апгрейджу и сделаю приведу ее в соответствии с текущими требованиями если кому-то интересно будет вот то есть процент жира должен быть не больше 10-12 процентов и так в этом случае если меньше то у вас как бы должны по идее проявляться какие-то кубики ярким там ярким тому примером являются бодибилдеры которые в межсезонье ну выглядит как как тор последних мчителях как ваш сосед по лестничной площадке который кроме который о спорте это слышал только по телевизору и наверное вечера своего не может представить без пивасика пельменей с майонезом вот во время соревнования они приходят такую форму которые и там супер ментозаида то есть у них там идеальные кубики там плоский живот все как все как надо вот есть они вот являются примерами таких вот грандиозных метаморфоз которые именно по большей степени связаны с изменением в жировой прослойке в организме вот в принципе это наверное все что я вам хотел сегодня рассказать такие вот три основных момента то есть упражнение то базовые форму изменить нельзя рельеф это скорее всего лишний жир то есть и жирным от жира нужно избавляться там не какими-то экстремальными диетами с балансированным питанием вот просто у нас наверное большинство людей питается с перевесом пользу углеводов в своем питании вот и скорее всего вам нужно скорректировать чтобы уменьшить количество этих быстрых углеводов этих кусняшек больше белков как бы ну и то есть в вашем питании должны быть и белки жиры и углеводы вот то есть уменьшить скорее всего объем общей пищи питаться часто и естественно вести активный образ жизни чтобы как-то более активно это сжигать этот жир ну и о тренировках не забывать вот в принципе все я думаю эта информация вам достаточно для того чтобы вы успели подготовить себя предстоящему пляжного сезону осталось то тут всего ничего там наверно месяц какой вот и будете привлекать своими кубиками окружающих прохожих прохожих парней потому что девчонки не интересуются эти мои парни будет спрашивать его как накачаться вот поэтому всем удачи спасибо за просмотр и и пишите ваше мнение что вы думаете об этом а я пошел вон на турничок он меня ждет потому что я тут с вами уже застоялся большой отдых все всем пока